Почему надо мной издевались в школе, а коллеги по работе не считаются с моим мнением? Почему начальник в очередной раз лишает меня премии? Что такого я им сделал? За что мне все это? Если ты хоть раз в жизни задавался подобными вопросами, то ты попал по адресу. Но предупреждаю сразу, это видео неизбежно заденет твои чувства. Поэтому если ты являешься изнеженным мамкиным хомбоем, то лучше сразу выключи его. Знаешь, почему тебя булили в школе и не уважают на работе? Я по глазам вижу, что знаешь, но все-таки боишься сам себе в этом признаться. Главная причина, по которой окружающие относились к тебе как куску говна, заключается в том, что ты сам позволял им так с собой поступать. Люди не восхищаются и не уважают жалких и лишенных всякой аутентичности пролактиновых додиков. Потому что удел пролактиновых додиков это угождать и подлизывать другим. Угождают людям те, у кого абсолютно нет собственного мнения, страстей, личных границ, убеждений и просто огня в глазах. Такие люди, подобно флюгеру, они смотрят туда, куда подует ветер. Они ориентируются на большинство. Они как неудачно выброшенный мусорный пакет, подхваченный порывом ветра, который приземлится там, куда ветер принесет его. Пусть даже это будет самая последняя и грязная помойка на планете Земля. Подхалимов никто не любит, от них тошнит. Подхалимы это люди, обладающие низкой ценностью. Они как пиявки, которые стараются беспрекословно угождать другим, в жалкой надежде получить одобрение со стороны окружающих. Но ты наверняка думаешь, что эта история точно не про тебя. А как насчет того случая, когда ты мерз полчаса под дождем, дожидаясь пока очередная барышня приедет к тебе на свидание на вызванном тобой такси премиум класса и с важным видом заберет свой букет из 101 розы, при этом сделав тебе замечание о том, что ты выглядишь не особо опрятно для нее. И не надо оправдываться и говорить, что в твоей жизни не было подобных ситуаций. Мы все в той или иной степени через это прошли. Большинство людей сегодня просто тупо следует тому, что делают другие. Ой, эта малышка сказала мне, что к ней нужен особый подход, значит она не такая как все, значит за ней определенно нужно бегать, ухаживать и добиваться. Большинство людей сегодня является безмолвным стадом, слепо выполняющим волю социальной программы. Причем у некоторых из этого стада в глубине души может быть набор собственных мнений, убеждений, границ и принципов. Но их воля является настолько подавленной, что они просто боятся быть честными даже по отношению к самим себе. А главным триггером этого страха является боязнь получения критики в свой адрес со стороны общества и окружающих. Истинное чувство собственного достоинства человека зависит от того, что ценит он сам, а не от того, что ценят другие люди. Если ты ценишь мнение других людей больше своего собственного и во всем ищешь признание со стороны других, то в чем тогда заключается твоя собственная и уникальная ценность? У меня в школе был знакомый, который соглашался практически со всем, что говорят другие. Когда мы с ним ходили в кино, а после сеанса выходили из зала и делились впечатлениями, он тут же подстраивался под мое мнение и во всем со мной соглашался. Тогда я не мог понять, почему это так дико меня раздражало, но сейчас я отдаю себе полный отчет в том, почему я перестал с ним общаться. Людей привлекает то, что заключает в себе определенную ценность, а те, кто угождают другим, не представляют из себя ровным счетом ничего. Это всего лишь расходный материал, не более. Вспомните сцену из фильма «Человек-паук. Возвращение домой». «Я ничто без этого костюма», — сказал Питер Паркер. «Если ты ничто без этого костюма, тогда ты не должен его иметь», — ответил ему Тони Старк. Точно так же и тут. «Если ты ничто без одобрения общества и окружающих, то тогда ты, по сути, не готов быть человеком. Мир жесток к бесполезным людям». «Это никогда не перестает меня удивлять. Все мы любим себя сильнее, чем других, но прислушиваемся к чужому мнению больше, чем к собственному». Марк Аврелий. «Цени себя. Имей сильное чувство собственного достоинства вкупе с четко выстроенными личными границами. Имей свой собственный набор убеждений, собственные желания и собственные мечты. Имей свои собственные уникальные навыки и компетенции. Обладай собственным опытом, а не становись мамкиным коучем в 18 лет. Стой до конца за то, во что веришь. Цени себя таким, какой ты есть, но стремись к большему. Никогда не пытайся соответствовать ожиданиям и планам общества. В социальной программе ты нужен лишь в качестве обслуживающего персонала, но не более». Чтобы далеко не ходить, приведу в пример самого себя. «У меня есть мнение и четкая позиция, которая заключается в том, что я питаю дикое отвращение ко всем женским психологам и коучам. Я всех их ебал в рот, потому что они паразитируют на той ситуации, которая сложилась на современном сексуальном рынке. И в буквальном смысле слова развращают наших с вами женщин. Это настоящая чума 21 века, которую срочно нужно остановить. У меня есть свои цели и свои мечты. Я хочу оставить свой след в моносфере и использовать все свои возможности, чтобы вправить мужчинам мозги на место и убедить их вернуться к своим истинным мужским путям. Я хочу, чтобы мужчины вспомнили о том, что они мужчины. Что у них должны быть железные принципы и убеждения, а также несокрушимая воля. А еще меня дико возбуждают послушные и покладистые девушки. Те девушки, которые наделены истинной природной женственностью и способны подарить мне любовь, нежность и ласку. И наоборот, я терпеть не могу хабалистых, хамовитых и откровенно проблемных женщин. Я считаю, что такие женщины сломаны и им уже ничего не поможет. Это мое мнение. И мне похуй, что оно кому-то не нравится. Потому что оно нравится мне. Пойми ты уже наконец, что это твоя и только твоя жизнь. И ты вправе делать с ней все, что только захочешь. Поэтому перестань загоняться о том, что о тебе подумают другие люди. Хватит угождать обществу. Социальная программа хочет от тебя того, что зачастую является вредным и губительным для тебя самого. И тут ты можешь задать мне резонный вопрос. Вань, но после таких заявлений тебя просто сожрут с потрохами всякие феминистки, пролактиновые додики, мамкиные хомбои и женские психологи и коучи. И я отвечу тебе, дорогой друг. Да, ты чертовски прав. Но знаешь что? Назови хотя бы одного великого человека, который оставил след в истории и у которого при этом не было бы ни одного хейтера. Я уверен, что есть люди, которые желают моей смерти. Но я также знаю, что найдутся и те, кто будут вдохновлены моим посланием. И благодаря этому каждый из этих людей сможет раскрыть свой собственный и уникальный потенциал. Тот потенциал, который они слишком долго сдерживали из-за того, что их обманывали с самого детства. Повторюсь, ты никогда не угодишь всем. Неважно, кто ты и что ты из себя представляешь, всегда найдется кто-то, кто будет тебя критиковать. Так зачем же тратить свою жизнь на это? Заискивание перед другими и поиск одобрения приведет тебя к тому, что в конце концов тебя просто станут ненавидеть. Это точно не принесет тебе любви, гармонии и счастья. Но если ты будешь по-настоящему аутентичным человеком, имея свои собственные ценности и ориентиры, и отстаивая то, во что ты искренне веришь, то ты обязательно вызовешь ненависть, зависть и, возможно, месть со стороны других людей. Но вместе с этим ты, несомненно, привлечешь людей со схожими мыслями, убеждениями и ценностями, которые будут тебя уважать. Потому что именно люди, которые вызывают уважение, в конечном счете его и заслуживают. Будь доволен тем, что имеешь. Сам будь доволен. Я беру то, что в руки плывет. И что тебе плывет? Весь мир, малыш. Со всеми его благами. Субтитры создавал DimaTorzok